Прежде всего, когда мы думали об этом потоке, мы думали о том, как же сделать его наиболее прикладным. Поэтому в этом потоке вы услышите только то, что будет вам интересно. Это про функционал, и это про кейсы, которые используют наши партнеры и наши клиенты. Как раз они сегодня будут выступать. Ну а начнет сегодняшний поток. Это Сергей Востриков, который расскажет об инструментах Bittrex A24 для проактивного маркетинга. Давайте поприветствуем и начнем. Спасибо, коллеги. Так, сейчас будет проверка. Тыщ! Тыщ! У меня будет не совсем прикладной доклад. Он все-таки будет общего характера. Потому что прежде чем говорить о каких-то практических инструментах, надо понимать, зачем их использовать. Мы действительно сейчас поговорим про активный маркетинг. А точнее даже про серый маркетинг, зачем он нужен в продажах, как его использовать и какой в этом смысл. Я надеюсь, что хотя бы 15% аудитории после этого доклада осознают, что им нужно заниматься серым маркетингом и автоматизировать его. В этом смысл доклада. Ну и сразу такой вопрос. Вы в своих компаниях серым маркетингу занимаетесь? Вот сейчас? Вот прям сейчас? Или планируете в ближайшее время? Окей. А кто считает, что этим важно заняться в ближайшей перспективе? Уже явно больше 15%. Спасибо, господа. Задача минимума выполнена. Я пойду покушаю. Но на самом деле попробуем, так сказать, достигнуть сверхрезультатов в виде всех остальных. Сейчас ситуация на рынке такова, особенно если мы говорим про рынок массовых продуктов и услуг, что это уже не растущий рынок. Это уже сложившийся, сформировавшийся рынок, которого быстрого роста не дает. Более того, с практической точки зрения это означает, что все клиенты ваши, которых вы можете сейчас получить, до которых вы можете дотянуться, которые к вам придут, они не взялись вдруг откуда-то. Вы их оттянули у своих конкурентов. Это говорит о чем? Аудитория ограничена. Вы фактически боретесь сейчас за новых клиентов с вашими коллегами, с вашими конкурентами. А есть очень хорошая фраза, что всего на всех не хватит, потому что всех много, а всего мало. Продавать в таких условиях тяжело. Маржа падает, приходится заниматься оперативной какой-то оптимизацией, потому что все в конечном итоге на массовом рынке, на максимальном сегменте сводится, ну, в общем-то, к ценовой войне. Кто может продать дешевле, тот и победил, потому что, ну, в общем-то, при одних и тех же товарах, при одних и тех же услугах, фактически вот этот ценовой вопрос становится самым простым для принятия решений клиентов. Почему это особенно важно? Ну, есть целая куча исследований. Допустим, если мы обратимся к e-commerce, есть такой показатель, как брошенные корзины. Ну, что такое брошенные корзины? Это человек пришел на сайт, он вроде бы заинтересовался товарами, он накидал все это дело в корзину, но к оформлению заказа не перешел. В этот момент он может уйти с сайта по самым разным причинам. Ну, понятно, если, допустим, при оформлении заказа он увидел, что цена доставки слишком велика, его просто не устроили ваши условия, он не ваш клиент, он ушел и все, и не вернулся. Но чаще всего, на самом деле, даже набрасывая товары в корзину, человек еще не принял решение о покупке. Он уже их накидал, себе как бы отложил, а потом просто пошел почитать, а какие предложения есть у конкурентов, благо, что в интернете, мы все понимаем, это сделать очень легко. Все ваши конкуренты доступны вашим же клиентам, они на расстоянии одного клика. Нет никакой проблемы зайти в один интернет-магазин, что-то там посмотреть, тут же перейти в следующий, посмотреть на Яндекс.Маркете какие-то альтернативы. Вы не… это не человек, который пришел в оффлайновый магазин, и ему же для того, чтобы перейти к вашим конкурентам, надо куда-то топать там ножками, прикладывать какие-то усилия, трудозатраты. В онлайне это все делается очень легко. И эту тенденцию подтверждает также статистика, которая показывает, что сейчас по поведенческим паттернам люди делают, ну как вы видите, больше на 12% кликов до того, как они совершают покупку. Почему? Потому что они сравнивают, они выбирают, импульсивных покупок становится все меньше даже в массовом секторе. И с этим приходится иметь дело. То есть вы фактически уже оплатили трафик, бесплатного трафика в интернет-магазине, и на сайте не бывает. Вот можете сразу с такими людьми, если вдруг они у вас еще остались, расставаться. Любой человек, который пришел на ваш сайт, вы за него кому-то денег дали. Либо вы купили прямую рекламу в поисковых системах, в социальной сети, либо вы потратили денег на СММ, я не знаю, кто-то за вас там посты пишет в вашу группу в социальных сетях. В любом случае вы денег уже потратили. Флайеры вы раздаете, это тоже стоит денег. Все стоит денег, просто разных. Но бесплатного трафика не бывает. И вот вы этот трафик уже оплатили, вы за него уже дали денег, они пришли, и даже уже вроде бы накидав каких-то товаров в корзину, они ушли и купили ваших конкурентов. То же самое касается и традиционного оффлайнового бизнеса, который на самом деле сейчас тоже в онлайне. Чем бы вы ни занимались, у вас все равно скорее всего есть какая-то группа в Инстаграме, я не знаю, своя страничка в Фейсбуке, ВКонтакте. Вы все равно коммуницируете с своими клиентами в онлайне. Поэтому можно уже говорить не о брошенных корзинах, а о упущенных сделках. Это по сути то же самое. Вот этот показатель в 77% отказов, он еще хуже в традиционном оффлайновом бизнесе, потому что там даже нет факта наброса в корзину. Человек пришел к вам на сайт, вы рассчитываете, что он сделает какую-то заявку, форму заполнит, я не знаю, на услуги установки окон. Вы даже померить не можете вот это количество отказов, потому что он в корзину ничего не кладет. Он зашел, почитал, пошел к конкурентам. Ну хорошо, если вернулся, чаще всего нет. При этом трафик дорожает. Всего же на всех не хватает. Это означает, что за одно и то же рекламное пространство, на него претендуете не только вы, но и все ваши конкуренты. Что это означает? Для Яндекса, который рекламу дает, или для Фейсбука, это вообще отлично. Они могут повышать ставки. Вы за одни и те же объявления, я не знаю, два года назад, сейчас будете платить намного больше, потому что несут же деньги, почему же не продавать дороже то, что они могут продавать. Трафик дорожает, и при этом статистика не очень хорошая. 26% компаний, это был опрос проведен специально в секторе СМБ, то есть среднего и мелкого бизнеса, 26 компаний считают, что они недостаточно эффективно конвертируют вот этот вот купленный входящий трафик в лиды. То есть они как бы его пригнали, но потенциальных клиентов из этих анонимных людей, они делают недостаточно эффективно. А каждый шестой честно признается, что вообще в текущих экономических условиях для СМБ у него не хватает адекватных средств, чтобы получить качественную аудиторию. Они уже просто не укладываются в бюджет. То есть те рекламные каналы, до которых они могут дотянуться, для них слишком дороги. Ну что значит слишком дороги? Это не то, чтобы у них денег нет, но просто отдача с этих рекламных каналов, с их точки зрения, неэффективна. Они не могут продать этому трафику столько, чтобы покрыть свои расходы. И ситуация будет, естественно, усугубляться, потому что конкуренция растет. Ну это очевидный тренд, с этим сделать ничего невозможно. Поэтому сейчас, когда мы говорим про технологии CRM, у кого в компании внедрена CRM или внедряется? Я не буду спрашивать, какая. Будем считать, что Bidrix24. На самом деле это здорово, конечно. Но что такое CRM? Кто-нибудь может в двух словах сформулировать, что такое CRM? И это название. Это, по сути, калька, кастом релэшншип менеджмент. Я имею в виду… А в чем он отличается от другого стиля? Вот есть CRM, и нет CRM. И там, и там продают. В чем разница? В чем разница? Я абсолютно согласен с этими формулировками, но они не отвечают на главный вопрос, а почему без CRM не так? Как бы без CRM все-таки… Те же самые рассуждения можно применить и на ситуацию, когда у вас нет CRM. Вы сидите, я не знаю, с блокнотиком и тоже там что-то записываете. Или еще, например, возьмем ритейл. Там люди подходят с кассой, ну кассе там, с тележками, там что-то накидали, как бы ушли. А там CRM применимо? Ну как там, в чем этот портрет? Где там повторные продажи возникают? То есть эти общие слова неправильные, но они не специфичные. Они как бы не отвечают на вопрос. На самом деле правильной формулировки, вот единственно правильной не будет, именно потому, что в каждой сфере бизнеса понятие CRM имеет свои аспекты. И самое главное-то не в этом. Проблема в том, что когда люди говорят, мы сейчас будем внедрять CRM, и сейчас вот, ну по моим оценкам так вот грубым, речь шла где-то процентов про 20 тех, у кого есть CRM или они собираются ее внедрять. То есть остальные на самом деле к этому все равно придут. И скорее всего внедрение CRM будет для них связано с огромными трудностями. Это даже по статистике прошлых лет, когда еще не было облачных CRM, а были такие серьезные корпоративные продукты. Статистика провальных внедрений CRM доходила до 85%. То есть крупные компании, которые в бизнесе не первый год, которые имеют нормальные прописанные даже бизнес-правила по многим процедурам, начинают внедрять систему управления продаж, вбухивают в это кучу денег и обламываются. Именно потому, что общего понимания, что такое CRM и для чего она внедряется, это собственно и нет. То есть ставятся общие задачи. Нам нужна CRM, чтобы иметь базу клиентов. Ну, шикарно. База клиентов – это, может быть, телефонный справочник. Ну, будет у вас справочник. И в чем цель-то, так сказать? Ну, получили вы телефонный справочник для чего? Для решения каких задач. Поэтому, когда мы говорим про CRM сейчас, мы всегда говорим не просто про продажи, мы говорим о том, что CRM – это такая платформа, которая позволяет и автоматизировать продажи, не просто иметь портрет пользователя, а для чего? Для чего, видите, этот портрет? Для того, чтобы снижать издержки на повторные продажи этому клиенту. На первые продажи и на повторные. Для того, чтобы увеличивать конверсию этих продаж. То есть это некий инструмент, который позволит лучше продавать за счет того, что он формализованный, автоматизированный. И сейчас, вот в текущих условиях, это не просто инструмент продаж, но и к тому же инструмент маркетинга, потому что понятие маркетинга, оно тоже меняется. Можно спросить, что такое маркетинг. Большинство, я думаю, ответит, это продвижение, реклама. И, в принципе, как бы это правильно. Но это опять общее понимание, которое не дает конкретных аспектов. Этот слайд пропустим, не столь важно. Раз уж я начал про CRM говорить, сейчас, когда мы говорим про маркетинговые инструменты, маркетинговую стратегию, нужно понимать, особенно для малого и среднего бизнеса, что маркетинг должен решать две практически измеримые задачи. Он не просто должен заниматься продвижением, или не просто он должен заниматься брендированием, улучшением имиджа. И это все нельзя померить. А раз вы не можете это померить, то фактически у вас нет инструмента. Вы просто вкладываете деньги в этот маркетинг, отдел маркетинга эти деньги прожигает, всем хорошо, вывески какие-то, реклама по телевидению, на местном радио. Они вроде бы что-то делают, и вроде бы компания на слуху, но померить реальную эффективность их работы нельзя, если только вы не приводите это к каким-то конкретным показателям. И мы считаем, что сейчас современный маркетинг должен делать две вещи. Он должен заниматься лидогенерацией, а это можно померить. Сколько лидов принесли мероприятия маркетинговые в этом месяце? Очень простая вещь. Принесли мало, плохо работает маркетинг, привели много, работает хорошо. И второй момент. Они должны решать вопрос удержания существующих клиентов и приводить повторные продажи. Если маркетинг не будет этим заниматься, отдел продаж с этим не справится, потому что некому продавать. И для этого нужно на самом деле, для того, чтобы начать измерять эти вещи, для того, чтобы маркетинг делать специфичным инструментом, а не какой-то абстракцией, нужно сделать три простых шага. Нужна точка касания. То есть вот маркетинг делает какие-то мероприятия, рекламу, имиджевую и так далее. На самом деле это работающие маркетинговые инструменты, просто для разных сфер бизнеса они могут по-разному работать. Но тем не менее, это все правда. Они должны заниматься рекламой, продвижением и так далее. Но результат вот этой деятельности надо заводить на точку касания. Это сайт. Сайт, интернет-магазин в простейшем случае это лендинг. Первый шаг. Второй шаг. На этом же самом лендинге, сайте, интернет-магазине нужно замкнуть все каналы коммуникации с вашими покупателями. Потому что что такое лид? Это не анонимный чувак, который пришел на сайт, а это товарищ, который каким-то образом с вами коммуницирует. Он может вам написать в чатик, позвонить, написать e-mail, запорнить форму, заказать обратный звонок. Вот эти все каналы коммуникации должны быть в этой точке касания. Если вы что-то там забываете, вы теряете этот контакт, вы не можете эффективно построить работу маркетинга, потому что он трафик-то пригнал, но вы его не поймали. Ну и последняя вещь, которую нужно сделать, это автоматизация. Ну, с лендингом, наверное, все понятно. Сергей Рыжиков сегодня рассказывал и про Bitrix24 сайты, и про интернет-магазин, показывал чудесный блочный редактор, где на основании простых, в общем-то, шаблонов Bitrix24 вы берете быстренько лепите этот лендинг, можно делать отдельные лендинги под отдельные маркетинговые мероприятия. Запускают они рекламу какой-то специальной акции. Сделали под это дело лендинг, люди по этой рекламе пришли, они видят подтверждение этой информации, что да, акция действует, у нее такие-то условия, они тут же заполняют какую-то заявку, совершают покупку. Все это достаточно легко, не будем про это даже подробно рассказывать, и так все понятно. Ну, подключение основных каналов коммуникации они должны быть. А что это такое? Это почта. Не забываем про нее. Это такой же канал коммуникации, как и все остальное. Его эффективность под вопросом, я еще об этом расскажу, но тем не менее, если у вас есть сайт, там должен быть контакт на e-mail, чтобы те люди, которые предпочитают общаться с вами по e-mail, могли отправить вам письмо. И этот канал коммуникации должен не на Васю Пупкина направляться, который входящую почту с ящика сейлс собака там у рога и копыта будет разбирать. И это должна быть автоматизированная процедура, связанная с CRM. Вся входящая почта, все вот эти заявки в качестве лидов должны попадать в CRM. Не будет лидов, вы не окупите этот трафик никогда. То же самое касается телефонии. Это вроде бы не онлайновый канал. Вы просто даете телефонный номер на сайте, но человек заходит, он видит, что это контактный номер, связанный с сайтом, он звонит, следовательно, этот звонок в качестве лида должен быть связан с этим каналом лидогенерации, с сайтом. Ну, с открытыми линиями все понятно. Это вообще все мессенджеры, социальные сети. Про это будут подробнее рассказывать мои коллеги. Я на технических подробностях сейчас не буду останавливаться, просто расскажу, почему это важно. Автоматизация. Почему нужно это делать? Вернемся опять к такой хорошо исследованной и покрытой всякой статистикой области, как e-commerce. Там уже все померили, потому что это сделать легко технологически. Небольшое следование по поводу того, как догнать клиента, который бросил корзину. Ну, обычная совершенно ситуация, человек бросил корзину, а ему потом отправляют письмо с напоминанием. Здравствуй, Петя, что же ты бросил корзину-то? А мы тебе еще зеленые штаны хотели предложить и на самом деле индивидуальную 5-процентную скидку. Ну, то есть какая-то нотификация, чтобы он вернулся и все-таки дошел до покупки догнать, подтолкнуть ему, помочь ему принять решение. Простая операция, но ее же можно сделать по-разному. И провели небольшое исследование, какова конверсия вот этого догоняющего письма в зависимости от времени отправки этого письма после факта брошенной корзины. Ну, видно, что самая большая конверсия, если письмо отправлено в течение часа. 6,33. Ну, совершенно очевидно, что при большом трафике вы никак без автоматизации вручную такую скорость реакции обеспечить не сможете физически. То есть вот без автоматизации говорить о том, что вы работаете с массовым рынком каким-то, с большим количеством потенциальных клиентов, ну, просто не получится. Не хватит людей. Точнее, вы будете на эту обработку этими людьми тратить столько денег, что экономический смысл пропадет. Автоматизация это новые точки роста для бизнеса. Еще немножечко статистики. Тоже свежак. 2017 год. Это западная статистика. И даже на западе вы видите, что автоматизацию СРМ внедряет только 25% бизнесов в секторе малого и среднего бизнеса. Из них, вот из этих 25%, только 11% дошли до того, что начинают внедрять автоматизацию СРМ. Вы еще на эту лошадь можете впрыгнуть. Она еще пока не умерла. В отличие от, я не знаю, среднего e-commerce, сейчас открыть интернет-магазин, вот прям вот открыть интернет-магазин с массовыми товарами, это довольно стремная вещь. Вам будет тяжело бороться с вашими конкурентами. Если бы вы сделали это 10 лет назад, ситуация была другая, тогда рынок был растущий. Сейчас в это дело впрыгнуть тяжело. Вот у вас есть сейчас та же самая возможность снизить издержки и повысить эффективность продаж и маркетинга за счет автоматизации. И пока еще на фоне конкурентов ваших потенциальных вы можете оказаться в числе первых. Потому что потом, когда все это сделают, то, что вы это тоже сделаете, не даст вам никакого преимущества. Сейчас еще можно. И тут мы возвращаемся к тому, что такое серый маркетинг, как он взаимодействует с продажами. Ну, если у вас задачи продаж и маркетинга разделены, это там, я не знаю, два разных подразделения, то вот вы на слайде видите, как разделяются эти роли. Продажи, менеджер по продажам, директор по продажам решает, как нужно построить воронку, то есть какие действия нужно совершить, чтобы вести человека по этой воронке, чтобы продажи были максимально эффективными. И это сильно зависит от вашей сферы бизнеса. Если вы придумаете хорошую, эффективную воронку, вы будете продавать хорошо. Зачастую это очень простые вещи, о которых просто никто не задумывается. Был практический кейс, наши коллеги исследовали, компания продавала уроки танцев, скажем так. И они придумали простую вещь, они придумали воронку какого рода. На первом этапе всем предлагается бесплатно потанцевать. Вот совершенно бесплатно. Вы приходите к нам по расписанию, урок с вами проведет преподаватель профессиональный, мы ни копейки с вас не возьмем, не надо нам ничего нести. Вот менеджер по продажам, который занимается этими продажами, он идет по скриптуре, его задача на первом этапе воронки просто загнать максимальное количество народу на бесплатные занятия. Ничего не продавать при этом. И не держать в голове о том, что он будет что-то им предлагать, там потом. Его задача проводить по воронке на каждый следующий этап. Загнали кучу народа, загнали их в СРМ. Дальше у них спрашивают, вам понравилось? Тем, кому понравилось, предлагают, ну, знаете, мы готовы вам еще одну большую скидку сделать на следующее занятие. Ну, вы все-таки попробовали один раз, может быть, недопоняли. Давайте вы еще раз к нам придете, вот вам скидка 50%, там, 70, неважно. Просто, чтобы он пришел еще раз, закрепил вот этот, ну, это же танцы, вот это ему же понравилось, он веселенький, может быть, что-то потом купит. Но главное, мы его просто ведем по воронке, не думая о том, что это в конце концов должно приводить к продаже. Ваша задача сдвигать продажника, я имею в виду, сдвигать человека с одного шага воронки на следующий. И вот эта простая схема инконверсию подняла на десятки процентов. Хотя вроде бы ничего не изменилось, они так этим занимались. Но процесс поменялся. И вот за это, за формирование этой воронки отвечают продажники. А когда воронка готова, задача СРМ-маркетинга определить, какие мероприятия, какие касания клиента на каждом этапе воронки нужны, чтобы он с этой воронки не соскочил. На каких этапах мы ему e-mail отправляем, на каких этапах мы ему отправляем смс-очку, на каких этапах мы его догоняем рекламой в фейсбуке. Вот это задача СРМ-маркетинга. Ну, есть еще не забываем, что СРМ-маркетинг и продажа, если мы говорим про автоматизацию, мы еще автоматизируем внутренние дела. То есть помимо того, что мы с клиентом связываемся и для рекламы используем, мы автоматизируем в том числе и работу наших продающих менеджеров. Они автоматом получают нотификации о том, что им надо сделать, автоматом получают задачи, вы получаете систему саморегулируемую, которая следит сама за собой. База есть. Что нужно с ней делать дальше? По сути, про это, кстати, говорил Глеб Архангельский, что очень важно заниматься повторными продажами. Кто считает в ваших компаниях ЛТВ такой показатель? Что, никто не считает? А кто знает, что такое ЛТВ? Так, все знают, никто не считает? Забавно. Я даже сейчас, наверное, не все слайды покажу, потому что у меня 3 минуты осталось, но про ЛТВ я расскажу обязательно. Почему важна автоматизация? Почему важна система? Потому что она дает в конечном итоге вам аналитику, которую вы будете принимать во внимание по принятию важных стратегических и оперативных вопросов. Берем классический, вот такой простой, практический кейс. У вас появляется некий рекламный канал. Ну, я не знаю, вот вы думаете, не закупить ли мне рекламы в Яндекс.Директе. И вы понимаете, что по вашим ключевым словам клик на это объявление будет стоить, ну, я не знаю, там, 100 рублей. Вы же получаете этот ценник. Вы знаете свою конверсию, то есть сколько людей, которые перейдут с этого канала, скорее всего купят. Ну, и, допустим, у вас конверсия 1%. Что это означает? Что стоимость привлечения одного чувака по этому рекламному каналу, ну, то есть, который у вас купит, составляет, сколько получается, 100 на 100? 10 тысяч рублей. И вы такие, блин, а у меня средний чек, например, 7 тысяч рублей. Я продаю там, не знаю, телефоны какие-нибудь. То есть, я на привлечение этого клиента потрачу десятку, а продам ему на 7. Мне не выгодно. Мне не выгодно брать этот рекламный канал, он для меня не окупается. И это как бы правильная логика, если вы не считаете ЛТВ. А что такое ЛТВ? ЛТВ – это сколько денег вам вообще принесет этот покупатель в перспективе. Если вы понимаете, как вы ему будете и что вы ему будете продавать дальше, и вы уже эту аналитику из своих продаж собрали, вы видите, что вам в среднем каждый чувак приносит на самом деле 15 тысяч, потому что он за вторым телефоном приходит практически всегда. И вот тут ситуация кардинально меняется. Вы понимаете, что вы можете потратить больше денег на вот этот рекламный канал, потому что в перспективу все равно его отобьете. А ваши конкуренты, которые не считают ЛТВ, они не будут пользоваться этим каналом, потому что они считают его нерентабельным. Всего-то речь шла про то, что вы внедряете CRM, вы занимаетесь автоматическим сбором лидов, учетом всех сделок, эта информация у вас должна быть под пальцами, иначе вы не можете принимать оперативные правильные решения и скорее всего будете ошибаться. Ну вот это мы немножечко пропустим. Самый последний просто факт для того, чтобы понимать, какие каналы коммуникации использовать с клиентами. Мы все пользуемся e-mail'ами, e-mail рассылки никуда не делись, но нужно понимать, что в дальнейшей перспективе этот канал все меньше и меньше роль играет, хотя он пока еще остается эффективным. По той простой причине, что население у нас меняется, молодое поколение зачастую про e-mail вообще даже ничего не знает. Был кейс, коллеги собирали заявки на курсы обучения и была форма, где потенциальные студенты должны были оставить свои контакты. Так вот, молодежь и подростки в поле e-mail писали абракадабру, потому что они не очень понимали, что от них хотят. Они все с телефонами, все с социальными сетями, а e-mail у них нет ни у кого. Поэтому вы, когда планируете каналы коммуникации в своем сером маркетинге, должны отдавать себе отчет, что вы не можете выбирать каналы коммуникации, вы должны подстраиваться под то, где живет ваша аудитория. Вопросы, коллеги, если у нас еще есть время или у нас уже совсем нет времени? Минута. Давайте, минута, если есть какие-то вопросы. Хороший вопрос от кого-нибудь из зала. Кто смелый? Или я так все понятно объяснил? Вот, в последнем ряду у нас есть человек. Методику? Ну, вы знаете, вот прям по конкретной методике лучше все-таки вам посмотреть эти материалы все публичные, потому что есть разные варианты расчета ЛТВ. Но, если говорить по сути, то вы выделяете некую когорту ваших покупателей, которую, я не знаю, купили там в ноябре прошлого года, и смотрите, сколько они покупают в течение года. Вот именно вот этот сегмент. И сравнивать его с остальными, выделяете некую среднюю оценку, средний показатель по больнице. По сути, это будет ЛТВ для вашего бизнеса. То есть вы будете понимать, что на длительном отрезке времени он может на самом деле тоже очень сильно разниться, потому что одно дело, когда люди вот эти вот, я не знаю, бридовы покупают каждую неделю, о чем Глеб рассказывал, а другое дело, когда он раз, ну, два раза в году что-то у вас заказывает просто потому, что бизнес такой. ЛТВ может сильно отличаться, может быть, его надо считать там на пятилетнем промежутке. Это нужно уже смотреть по сфере. Но суть-то именно такая. Вы берете большой промежуток в среднем у вас клиент продерживается полтора года. Через полтора года о нем не слышно и не видно. Все, его как бы срок закончился. За этот срок вы смотрите, сколько он вам денег принес, вы вводите средний показатель. Это будет ваш ЛТВ. Такой ЛТВ от Сахии. Вот я бы вот так посчитал, по-простому не заморачивайся. Все, коллеги, пардон, я вынужден покинуть сцену, потому что желающих много. Давайте поблагодарим Сергея.